Привет, друзья! Сегодня мы идем в Икеа посмотреть интересные решения для организации пространства в жилой комнате и в ванной. И мы будем обсуждать не только достоинства их интерьеров, но и то, что лучше не повторять за дизайнерами. Под прошлым видео про хранение многие зрители просили показать идеи из Икеа для организации пространства в ванной комнате. С нее и начнем. Я, к сожалению, не нашла плана с указанием площади этой комнаты. По моим ощущениям здесь 3, максимум 4 квадратных метра, но думаю, что меньше. И вот несколько особенностей этой ванной комнаты, среди которых есть как плюсы, так и минусы. Например, если в целях экономии пространства вы решите установить такую душевую кабинку, то следует учесть, что при открытии дверей они бьются о стоящие рядом предметы. Зато внутри душа много мест для хранения аксессуаров. Очень понравилась такая перекладина для полотенца. Стиральная машина с верхней загрузкой занимает меньше места, чем с боковой. И это настоящая находка для маленьких ванных комнат. Дизайнеры Икеи часто в своих интерьерах отталкиваются от правила хранить вещи там, где они используются. Исходя из этого, стиральные порошки хранятся непосредственно над машинкой, в отдельных органайзерах. Кстати, хорошая идея хранить стиральный порошок в емкостях для сыпучих. Хранение под раковиной оставлю без комментариев, поскольку это очень индивидуально. Разве только хранение фена под раковиной я бы поставила под сомнение из-за риска попадания влаги на него. Отличная идея использовать вот такие баки для мусора в качестве хранения для белья в стирку. Их можно ставить один на другой, это гораздо компактнее, и сортировать таким образом белье по цветам, что сокращает время при загрузке белья. Еще на мой вкус, эти три подвесные шкафчика, они очень функциональны. Ну, во-первых, они висят слишком высоко, и дальше второй полки не дотянуться. Кроме того, они не глубокие, и хранить тут можно не очень крупные предметы. Тазик вы сюда не поставите, но какие-то бутылочки разместить, конечно, можно. Так как полки в труднодоступном месте, здесь можно прятать бытовую химию от детей, или то, чем редко пользуемся. Также какие-то запасы бытовых средств можно здесь разместить. И прежде чем мы перейдем к следующему интерьеру, хочу спросить у моих зрителей, которые установили дополнительный свет над зеркалом в ванной. Как часто вы им пользуетесь? Я провожу небольшой социологический опрос на эту тему, поскольку ремонт ванной сделала, но вот думаю, может зря не установила дополнительное освещение. Поэтому мне важно узнать ваше мнение. Про следующий интерьер, с точки зрения практичности организации хранения в нем, я могу сказать следующее. Он не для всех. Давайте рассмотрим его детали, попробуем понять, для кого же он. Кстати, по вашей просьбе, в этом видео я показываю цены и названия некоторых товаров. И это не реклама Икея, мне все равно, купите вы что-то здесь или нет. Но знаю, что многим зрителям эта информация будет полезна. На самом деле, это отличный и стильный интерьер для людей более старшего поколения или людей любого возраста, которые ценят коллекции книг, посуды. Чтобы красиво расставить имеющиеся сервизы, созданы все условия. Шкафы витрины – это более современный аналог советскому серванту. Также здесь найдется местечко для любимого хобби, например, для вязания или шитья. Отличная идея, которой обязательно надо воспользоваться всем рукодельницам – это удобное кресло рядом с местом хранения вещей для творчества, а также хорошее точечное освещение. Если вы храните большое количество документов, журналов и прочих бумаг, то можно упорядочить их вот таким способом, предложенным Икеей. Продолжение следует... Отдельного внимания в этом интерьере заслуживает стол. В нем также есть место для хранения. Это неглубокий маленький выдвижной ящик, в котором поместится небольшая стопка бумаг, набор столовых приборов или другая мелочевка. Размер стола можно менять. Кому этот интерьер точно не подойдет – семье с маленькими детьми. Именно из-за такого большого количества открытых полок со стеклянными дверцами. При большом количестве разносортных вещей эти шкафы будут выглядеть захламленными, а стеклянные дверцы рискуют быть разбитыми или заляпанными маленькими ручками. Еще этот интерьер может быть некомфортным людям, которые ненавидят уборку. Во-первых, здесь слишком много черной мебели, на которой пыль становится заметнее и гораздо быстрее, чем на белой мебели. Открытые полки также быстро собирают на себя пыль и хлам со всего дома. А вам кажется функциональным интерьер в этой комнате? Напишите мне об этом в комментариях. А также укажите организацию хранения и интерьер какой комнаты вы хотели бы увидеть в следующем видео. Подпишитесь и нажмите на колокол, чтобы не пропустить его. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Ваша Саша.